Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках библейского портала экзегет мы начинаем читать книгу «Экклесиаста» или «Проповедник». Начало этой книги, первая глава, открывается словами «Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме». Эти слова указывают на авторство книги, которая традиционно приписывается царю Соломону. Слова «Экклесиаста», слова «Проповедника». Что это за слова такие? «Экклесия» по-гречески — это собрание, или церковное собрание, или собрание людей. И Соломон — это библейский царь, о котором мы знаем, что в свое время он собирал людей вокруг храма, построенного для поклонения Богу. И собирал не только иудеев, но и язычников, и молился о том, чтобы в храм могли приходить и правоверные, иудеи, единобожники, и люди, которые еще только задумываются о вере. Люди, которые еще не дошли до правильного понимания жизни с Богом. Он просит, чтобы Господь принимал в храме и молитву таких людей. Молитву людей, которые еще на пути к познанию истины и к познанию единого Бога. И в этом смысле, в этом контексте книга «Экклесиаста» очень интересна. Потому что она обращена не только к людям, которые уже достигли познания истины, но она обращена и к тем, кто еще этот путь познания, кто еще этот путь истины ищет. Кто уже понял, что в жизни не все так просто, что еда или развлечение или прочие жизненные ценности не могут наполнить душу человека. И вот эти слова, слова проповедника, слова Соломона обращены ко всем людям, которые ищут. И эта книга, мы будем к этому возвращаться много раз, говорит о суетности жизни в этом тварном мире. Начинается повествование книги, рассуждение книги такими словами. «Сказал Екклесиаст, суета-сует, все суета». Эти слова мы знаем и из традиционной культуры, не только из чтения Священного Писания. Эти слова стали чем-то нарицательным. Когда мы говорим «суета-сует», мы даже зачастую не вспоминаем, что это начало книги Екклесиаста. Что такое суета? Мы привыкли говорить о суете как о чем-то подвижном, как о быстром беге, как о движении. Но суета в значении Екклесиаста – это тщетность. Потому что дословно то еврейское слово, которое здесь используется, переводится как пар, как выдыхаемый сорта воздух, как ускользающий ветер. То есть, по большому счету, Екклесиаст говорит, что все вокруг – это попытка поймать ускользающий ветер, попытка поймать то тонкое дыхание, которое исчезает в один момент. «Все суета», говорит Екклесиаст. Что такое «все»? Об этом мы будем читать в дальнейшем повествовании книги. Но по большому счету, когда мы читаем Екклесиаста, мы видим, что суетой называется вся жизнь человека и все его дела. И жизнь бытовая, и жизнь, которая направлена на общение с другими людьми, и даже религиозная жизнь, как это ни странно, у Екклесиаста называется суетой. И если читать эту книгу без ключа, без призмы, через которую можно понимать этот текст, то кажется, что эта книга – это гимн унынию, гимн какой-то тоске. Кажется, что здесь говорится о том, что все плохо, и что все помрем, и сойдем в землю, и одинаково, неважно, мудрый человек, глупый, праведный или неправедный, богатый или бедный, благочестивый, неблагочестивый. В конце концов, даже Екклесиаст потом сравнит человека и скот. Он скажет, что нет разницы, и скот умирает, и закапывают в землю, и человек умирает, и его тоже закапывают в землю. И вот если все это читать без понимания, без призмы, кажется, что эта книга почти атеиста. Но впоследствии мы до этого еще дойдем, но стоит сказать уже сейчас, Екклесиаст часто выходит из горизонтального понимания этого мира, из такой горизонтальной перспективы. Он часто прорывается наверх, прорывается сквозь вот эту вот толщу того, что называется под солнцем. И в третьей главе, в четырнадцатом стихе мы увидим такие слова, которые Екклесиаст говорит. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить и от того нечего убавить». Если мы, немножко забежав вперед, увидим этот стих, мы поймем, о чем эта книга. Екклесиаст как бы говорит, давайте на минуту представим, что Бога нет. И если Бога нет, тогда все, что есть вокруг нас, это суета, бессмыслица, щита, которая исчезает, как пыль, как дым. И дальше начинается размышление Соломона. «Что пользует человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки». И действительно, мы видим, что люди трудятся, работают, развиваются технологии, строятся дома, сменяются поколения. Человечество куда-то все время движется, но проходит один род, приходит другой, и суть от этого не меняется. Люди продолжают находиться в постоянном труде, в постоянной работе, в постоянном стремлении куда-то дальше. Земля остается на своем месте, а все, что создали люди, со временем погибает. И пример этому множество великих цивилизаций. И империя Александра Македонского, и империя римская, империя византийская, позднеримская. В конце концов, все великие свершения людей забываются, в лучшем случае остаются архитектурными или иными памятниками, и по сути теряют свою ценность. И Экклесиаст говорит, действительно, что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. Очень важны эти слова «под солнцем», мы часто будем встречать их в этой книге. Экклесиаст как бы проводит такую черту, эта черта между духовным миром и материальным. Он символически указывает на материальный мир и говорит, если мы будем размышлять о том, что под солнцем, о том, что не касается духовного мира, о том, что без Бога, то действительно, какая польза человеку от всех трудов его. «Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь». Это тема круговращения, которая также в этой книге встретится не раз. Солнце всходит каждый день. Реки каждый день куда-то текут. Ветер движется в одну сторону и потом движется в другую, но какой от этого смысл? Все происходит циклично, и ничего от этого не прибавляет человеку. Экклесиаст ищет на протяжении всей книги пользу. Это слово тоже мы встретим в тексте. Что такое польза? Экклесиаст, как человек, воспитанный в определенной культуре, ищет, а что мне с этого будет? И он не ограничивается рамками земной жизни. Он смотрит дальше. И говорит, по большому счету, вот сейчас человек трудится, каждый новый день приходит и каждый новый день приносит свои труды. Все в мире круговращается. А что от этого остается в сухом остатке? Этот вопрос Экклесиаст как бы подвесит в воздухе и будет обращаться к нему на протяжении всей остальной книги. Все вещи в труде не может человек пересказать всего, не насытится окозрением и не наполнится ухослушанием. О чем здесь говорится? Все вещи в труде. Здесь употреблено слово «вещи». Еврейский оригинал этого слова подразумевает возможность перевести это как вещи и как слова. И поэтому одни толкователи говорят о том, что все вещи, то есть все дела человеческие проходят в труде, а другие говорят о том, что все слова человека трудны. Это два смысла, которые друг другу не противоречат. Это как бы две грани одной и той же фразы. То есть все вещи в труде. Что это значит? Это значит, что все, что не делает человек, все трудно. Это та проблема, которую мы получили после грехопадения и отпадения людей от рая. Господь говорит Адаму, в поте лица своего будешь есть хлеб свой. И это не наказание Божие. Просто Господь рассказывает о том, что произошло с человечеством. И теперь каждый день нам нужно с утра вставать, что бывает зачастую очень трудно. Умываться, готовить завтрак, ехать на работу. На этой работе трудиться. После работы уделить время своим родным, хотя это тоже бывает тяжело после рабочего дня. И многое другое, что мы делаем, все это сопряжено с трудностью. Человек зачем-то преодолевает все время какие-то препятствия, зачем-то куда-то стремится, пытается повышать свою производительность труда, пытается сделать как можно больше всего за свою короткую жизнь или за отдельно взятый день. И само понимание этого, что мы постоянно куда-то несемся, чего-то делаем, вызывает у экклесиаста вопрос, зачем? Потому что все суета. Потому что что в итоге ты от этого получишь? В контексте вечности? Ничего. И другой смысл. Все слова человека трудны. Все слова трудны. О чем говорит экклесиаст? Очень сложно человеку вообще говорить, если он хочет говорить что-то осмысленно и говорить о каких-то важных вещах. Даже сейчас, сидя перед камерой, очень тяжело себя собрать, чтобы говорить по делу и стараться это сделать интересно. Свидетель Григорий Низкий как раз говорит, что слова человека, осмысленные и важные, они трудны. И получается, что не просто каждый день ходить и что-то делать нам трудно, но даже говорить нам бывает тяжело. А, например, блаженный Иероним, который хорошо знал еврейский текст и тоже предпочитает здесь перевод слова, он говорит, что слова человека трудны, это значит, что нам тяжело часто высказать и описать то, что мы видим или то, что мы чувствуем. То есть, дальнейший текст объясняет эту фразу. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухослушанием. То есть, человек получает впечатление от видения, от слышания, и когда он пытается словесно это оформить, это тоже трудно. То есть, экклесиаст говорит, что толку в жизни, если даже говорить, это очень тяжело. И дальше мы встречаем тоже достаточно известную цитату. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. И вот действительно, если представить себе, что мы живем в пространстве, где нет духовной жизни, где как бы на минуту представим, нет Бога, то вот вся эта новизна, которая происходит, ничего человеку не прибавляет. Потому что все заканчивается одним и тем же. Все заканчивается паром, ветром и прахом. Не стоит долго говорить о том, что нет ничего нового под солнцем. Да, конечно, появляются новые технологии, появляются некоторые новые мысли, но по большому счету каких-то важных смыслов новых человек для себя уже не открывает. Потому что все, что мы скажем нового, мы перескажем своими словами и в своей культуре то, до чего додумались многие люди до нас. Если мы произведем нечто новое в плане технологий, что мы нового приобретем? Мы, в принципе, сделаем то же самое, что делали многие люди до нас. Мы привнесем в нашу жизнь немного больше комфорта. То же самое, что произошло, когда изобрели колесо, то же самое, что произошло, когда изобрели самолет и, в конце концов, смартфон. По сути, ничего нового в этом нет. И поэтому, и Кристианск как бы говорит, что нет смысла стремиться даже к новизне. Потому что, по сути, даже изобретя или придумав что-то новое, человек ничего нового в жизнь этого мира и в свою жизнь по большому счету не вносит. И закончится это все тем же самым паром, тем же самым исчезающим ветром. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Вот то, о чем мы только что говорили. Но это было уже в веках бывших прежде нас. И дальше Кристианск поясняет. Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Много можно говорить о том, почему все новое это хорошо забытое старое. Но и Кристианск объясняет самую главную причину, почему все новое не переносит ничего нового по сути в нашу жизнь. Потому что все, что человечество создало за многие века, со временем покрывается забвением. И об этом не остается памяти у тех, которые будут после. Если вспомнить великие законы Хамурапи, например, которые для людей своего времени были чем-то особенным, каким-то откровением, кто сейчас сможет вспомнить хотя бы одну цитату из этих законов? Или великие египетские пирамиды, которые сейчас остались, по большому счету, фоном для туристических фотографий? К сожалению, со временем, да, может быть, не через 100, но через 500, через 1000, через 10 тысяч, через 50 тысяч лет. Но все, что новое придумывает человек, все это забывается. И забывается вместе с именами тех людей, которые это придумали. И в конце концов, у потомков через какое-то время не остается памяти о том, что было прежде. Дальше. Экклесиаст. Закончив пролог, закончив введение к своей книге, немного говорит о себе. «Я, Экклесиаст, то есть проповедник, то есть человек, который говорит в собрании, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Экклесиаст говорит о том, что он пытается мудростью, то есть человеческим размышлением, искренне и честно исследовать то, что происходит в этом материальном мире. И говорит, что Бог дал это занятие людям. Собственно, для этого книга Экклесиаста написана, чтобы заставить людей задуматься и человеческим умом подумать о том, что происходит вокруг, о том, что происходит под солнцем. Потому что если человек не осознает суету и тщетность всего, что его окружает в тварном мире, то, что его окружает под солнцем, то у него не будет необходимости и желания стремиться к чему-то большему. И вот Экклесиаст говорит, «Я видел все дела, которые происходят под солнцем, и все это суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». Но здесь мы снова видим мотивы, которые схожи со многими нашими поговорками. Например, «Горбатого могила исправит». То есть кривое прямым не сделаешь, говорит Экклесиаст. «И чего нет, того не сосчитаешь». То есть все эти занятия, которые человеку кажутся необходимыми и важными на коротком в этапе времени по большому счету ничего не дают. «Говорил я сердце моим так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, и узнал, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Снова довольно известный текст. О чем говорит экрессиаст? Он говорит, чем больше знаешь, тем хуже спишь. Человек, который умножает мудрость, человек, который умножает знания, умножает скорбь. Потому что чем больше ты знаешь об этом мире, тем больше тебе хочется воскликнуть, что вообще происходит. Особенно это касается знания о современных реалиях. Когда человек узнает, чем больше человек узнает новостей, чем больше он узнает событий современной жизни, тем больше он приходит в ужас. Потому что человек приходит к пониманию, что все погружено в какое-то безумие, в стремление к каким-то совершенно непонятным целям, что люди, которые бегут непонятно зачем, срываются в какую-то духовную и человеческую пропасть. И вот экрессиаст говорит, я был очень мудрым и эту мудрость направил на то, чтобы познать мудрость и безумие. И вот я посмотрел, что во многом мудрости много печали и приумножать знания это значит приумножать скорбь. И вывод его такой, что и мудрость, и безумие, и глупость это томление духа, это суета. То есть по большому счету в этом нет никакой ценности. Но здесь нам необходимо еще раз вспомнить тот ключ, который дает нам экрессиаст в дальнейшем своем тексте. Без Бога, без понимания о духовной жизни и о вечности приобретение мудрости и приобретение знаний действительно бессмысленно. Но когда человек знает, что он не просто живет под солнцем и что он не заканчивается с моментом своей смерти, тогда он понимает, какие знания и какая мудрость ему нужны. И тогда он понимает, в каких знаниях много печали и которые можно не получить в жизни. Какие знания необходимы для жизни временной и какие знания и какая мудрость принесут ему остаток и останутся с ним в жизни вечной. На этом заканчивается первая глава книги Эккресяста. В следующий раз мы продолжим чтение со второй главы и постараемся еще больше познакомиться с образом мыслей проповедника и понять, в чем смысл рассуждений об этой бесконечной суете. Субтитры создавал DimaTorzok